Да, но начнем, собственно, с самого горячего, что сейчас происходит. Последняя интрига, кажется, которая остается в смысле чемпионств в больших лигах, а может во всех лигах европейских надо проверять. Последняя интрига, кажется, в том числе чемпионов, потому что это формально. Там шесть очков, два тура, но лэнс. Можно просто вот, сегодня мы подробно не собираемся в этом говорить, но просто одно предложение респекта ланцу, который еще держится. Еще будет. Но нас интересует в первую очередь интрига в Бундеслиге, которая вновь обострилась. Бавария в прошлом туре проиграла Лейпцигу, который уже 100% третий. Боруссия обыграла Аугсбург и вышла на первое место перед последним туром. Сейчас у Боруссии, сейчас это в пятницу вечером, пока очки ни у кого не снимали. 70 очков у Боруссии и 68 у Баварии. Собственно, ключевой вопрос в рамках этого обсуждения, насколько это нормально и говорит ли это о крутости этого сезона, либо это наоборот говорит об унылости этого сезона и о том, что настоящего чемпиона в Германии-то и нет. Звучит как опрос. Давай сделаем такой опрос. Сезон Бундеслиге говорит. Под сезоном мы понимаем не на борьбу за чемпиона. О крутости и конкуренции. Боруссия в последнем туре играет с Майнцем. Дома Бавария в гостях с Кёльном. О слабости лиги второй вариант, о фейлии Баварии. Это можно считать отдельным вариантом? Мне кажется, это то же самое, что слабость лиги. Мне кажется, что слабость лиги, уровень лиги мог не измениться с прошлого сезона. Не говори, что она стала слабее. Но Бавария конкретно в этом сезоне, понятно с какими решениями, которые мы обсудим, еще облажалась. Я думаю, трех вариантов достаточно. Более чем. Если что, можете писать еще в чатик что-нибудь дополнительное по этой теме. Запущен опрос. Насколько для тебя удивительно, что мы как зрители оказались в этой точке, когда перед последним туром ничего не ясно и Бавария не фаворит? Для меня это очень удивительно. Но мне тут близка фраза, которую в своем подкасте «Дабл Пивот» обронил Майкл Кейли. Я думаю, многие знают его как первопрохоз ИГ. То есть он одну из первых моделей сделал и еще в Твиттере начал ее популяризировать. Также он какое-то время работал внештатным консультантом, аналитиком в Вестхеме. И в общем он, мне кажется, очень просто и здорово задвинул, что у Баварии где-то вот раз в пять лет, ну понятно, что Бавария это типа космос относительно пункта с лиги, команда доминирует по ресурсам, команда этим поколением доминирует по игре. Но раз в пять лет у Баварии, примерно раз в пять лет, это так без глубокого исследования сказано, случается сезон, когда они уязвимы к конкуренции. Там он использовал слово вообще variance, то есть к рандомным факторам, к неконтролируемым вещам. То есть даже в этот сезон, если мы смотрим продвинутую статистику, и этот сезон действительно тоже подходит под это определение, Бавария, даже вот в такой плохой для себя сезон, Бавария оказывается первой. Но не настолько уверена первой, чтобы быть обезопасенной от неконтролируемых факторов. От того, как все будет сходиться у Дортмунда, от того, где и сколько очков конкретно Бавария потеряет. Обычно эта тема никого не волнует, просто потому что Бавария слишком далеко отрывается по игре. И вопрос просто, в каком туре они гарантируют себе титул. Но вот, наверное, если говорить об этом показателе один в пять лет, то никакого очень был похожий сезон, когда тоже все было подвешено до какого-то этапа. С Баруси и Фавро тогда была конкуренция. И вот сейчас, мне кажется, тоже у Баварии такой сезон, который, с одной стороны, делает их командой номер один, если мы смотрим в сухие цифры, но в то же время, если мы смотрим относительно привычные полонки Баварии, это мега-провал, это действительно очень слабо, и не случайно, что у нас зародилась возможность гонки. Так что тут как-то важно очень сбалансированно сформулировать, по меркам Баварии это слабо, и не случайности к этому привели о совокупность решений, но в то же время, для того, чтобы просто понимать, как устроена Бундеслига, нужно держать в уме, что даже в такой сезон, если мы берем просто превосходство Баварии игровое над соперниками, оно тоже есть, просто оно значительно меньше, чем мы привыкли видеть. Давайте посмотрим, у нас есть первая табличка по Баварии, давайте ее сейчас выведем на экран, и там как раз-таки будет хорошо видно, как менялись шансы, которые оценивает аналитическая модель, шансы Баварии на чемпионство. То есть, Дортмунд стартовал с 4% шансов, то есть совсем маленькая планка. Сейчас соотношение 80 на 20 в пользу Дортмунда. То есть, мне кажется, ну, во-первых, это действительно на основании моделей сделано, это вполне объективная предсезонная оценка, и примерно так каждый сезон Бундеслига начинается. Но в то же время, в то же время, сейчас все очень резко поменялось, но и мы видим, как конкретно эти шансы эволюционировали. Но вот давайте попытаемся разобраться поэтапно, что из чего тут вытекало, и как мы к этому вообще пришли. Вот сделав эту оговорку о том, что вот у Баварии иногда случаются такие сезоны, теперь надо ответить на вопрос, почему именно этот сезон стал таким. Тут я вижу три ответвления, от которых можно оттолкнуться. Первое — это уход Ливандовского. Картинку можно убрать уже, если что. Так, это уход Ливандовского, но в данном случае я понимаю под этим нечто более широкое, чем просто вот ушел Ливандовский, ушли 30 плюс голов за сезон, их надо перераспределить. Я подразумеваю не то, что Бавария обязательно должна играть с бомбардиром или с чистым по меркам топового клуба нападающим, я подразумеваю тут более широкий процесс, то есть был Ливандовский и была конкурирующая идея. Если помнишь, на старте сезона Бавария играла по схеме, которую я вообще называл 4-2 фантазия. Знаменитая твоя программа. У Леонарда, да, у Леонарда списал, точь-точь причем. В общем, там очень неплохо все это работало в первый месяц сезона. Но когда к этому адаптировались, какое-то время у Баварии не было альтернативного варианта, она теряла очки. Потом появился вариант с шупомоттингом, который с точки зрения нужд команды очень во многие ячейки попадал, то есть очень здорово этим нуждом удовлетворял. Но с точки зрения своего уровня, ну, к нему были, в принципе, вопросы. Мне просто кажется, что в этом сезоне он был прямо мега крут, когда здоров. Но в целом заменить Левандовского шупомоттингом – это идея, которая вряд ли очень сильно возбуждает болельщиков. Изначально планировалось заменить его вот другим замыслом, к которому достаточно быстро приспособились. Если попытаться это суммировать, то уход Левандовского отправляет Баварию в поиски. И тут сформировалось два варианта. К одному быстро адаптировались, и он не особо работал. Второй – это вариант с шупомоттингом. Он многих смущает по определению. Но я думаю, тут некоторые предрассудки играли. Но на самом деле все равно тут есть хотя бы аспект того, что шупомоттинг не весь сезон был доступен по состоянию здоровья. И тоже к этому варианту не всегда можно было адресоваться. Так что я думаю, что вот это вот первая деталь, где уже можно было, там, первый момент, где уже можно было говорить, что что-то идет не так, что вот Нагильсман вроде как летом продавил решение, которое могло бы теоретически сделать команду более близкой его принципам. Но на самом деле у него это не получилось. И ему пришлось искать вариант, как практически в панике экстренно откатиться к тому, что было. И дальше, мне кажется, до самого ухода Нагильсмана были вот такие конфликтующие, как мне кажется, идеи. Одна попытка Нагильсмана все-таки не обязательно за счет позиции нападающего, иногда там за счет экспериментов со схемой строить свою идею. А другая это откатываться к тому, что близко непосредственно футболистам Баварии. А это поколение очень опытное, это поколение со многими тренерами поработавшее и свои взгляды на футбол тоже имеющее. Я думаю, вот до самого конца Нагильсмана мы наблюдали вот нечто подобное. Такое противостояние, можно сказать. Второй момент, это, как мне кажется, непосредственно решение. Тренерская рокировка. Все-таки Бавария Нагильсмана при всех оговорках, и действительно можно говорить, что проблемы, которые потом очень сильно проявили себя при Тухеле, они были на протяжении многого сезона. Но при всех оговорках, мне кажется, важны два момента. Во-первых, это Бавария, особенно в Лиге чемпионов, показывала невероятный потенциал. То есть не было стабильности, но был потенциал. Это вот первое, что надо учитывать. Во-вторых, Бавария все-таки уже несколько раз оказывалась в такой ситуации, не меняла тренера и выдавала мощную концовку. Даже в тот самый сезон с Нико Ковачем они немножко переструнили тренера, больше власти игрокам перешло, но они не меняли тренера. Вот именно на самой финишной прямой. Вот были уходы того же Ковача до Нового года, Анчелотти до Нового года. Такое было. А вот на финишной прямой Баварии не меняло. Мне кажется, это внесло еще дополнительный хаус, который повлиял даже сильнее, чем решение Тухеля. Хотя Тухель тоже в своих действиях, на мой взгляд, был достаточно резок. И потому, насколько он быстрые изменения старался вносить. И потому, в принципе, как с игроками коммуникацию выстраивал. Можно вспомнить тот же кейс Мюллера, который мы отдельно обсуждали. Как резко и не совсем понятно с точки зрения объяснений, которые предоставил тренер, сократилась роль Томаса. Так что очень много вопросов к Тухелю. Но главный вопрос для меня тут – это само решение. Вот пойти на такой ход и добавить еще больше хаотичности. Хотя на тот момент мы помним, что Бавария действительно была второй в таблице. Но у них еще был очный матч с Дортмундом, как раз-таки домашний, который как раз-таки назревал перед этой самой ставкой. Так что, мне кажется, это тоже внесло больше хаоса в концовку. Этот хаос не пошел Баварии на пользу. Хотя утверждать со стопроцентной вероятностью, что вот с Нагисманом точно выиграли без титула, это тоже было бы, на мой взгляд, неправильно. Ну и, наконец, третья деталь, которую я выделил, это проблема первых и вторых таймах. Отличается почти в 7-8 раз, в общем-то. Немножко округлять приходится, но это невероятный контраст. Это невероятный контраст для любой команды. И также мы видим, к каким очковым показателям это приводит. То есть, если мы берем сугубо таблицу первых таймов, то у нас получается, что у меня подвисла трансляция, 81 очко, по-моему, там получается. И если мы берем таблицу вторых таймов, то там только 47 очков. Мне кажется, это очень тоже важный контраст. Ну и место вы тоже тут видите. И это данные по всему сезону. То есть, это проблема, которая в той или иной степени прослеживалась весь год. Но при Томасе Тухеле, мне кажется, она вышла на какой-то принципиальный новый уровень. Может быть, это еще связано с тем, что Нагельсман лучше понимал возможности именно функциональной этой команды. Томас Тухель попытался прийти по ходу сезона и нагрузить ее тем, как он привык нагружать. И в итоге при Томасе Тухеле было очень много матчей. Практически каждая потеря очков уже после назначения Тухеля. Это ситуация, когда соперник остается в игре в первом тайме, ну как-то там цепляется хотя бы за минимальное отставание в счете. А потом во втором тайме у Баварии уже просто не хватает сил на весь матч. И очень показательная фраза была у Томаса Тухеля после поражения от Майнца. 3-1 они тогда проиграли. И Томас Тухель сказал, что 80... Как будто у меня ощущение, что команда уже 80 матчей в сезоне провела. И это еще даже не май был. Так что, мне кажется, это очень показательно тоже. Я бы вот эти направления выделил. Причем вот последняя, это не столько проблема, как мне кажется, это не столько аномалия, сколько лицетворение проблем с физикой, которые были у Баварии на протяжении всего сезона. Тут можно тоже очень много построить логических цепочек, сказать, что это сейчас. Вот из этой точки нам легко рассуждать о том, кто провалился физически, а кто не провалился. А если подойти вот к этому вопросу перед началом сезона, то можно было понять, что у кого-то... Что можно было понять, что никто не знает, как к такому сезону готовиться. Кто-то выберет стратегию более выигрышную, кто-то более проигрышную. Ну и тут нельзя, как мне кажется, постфактум тыкать, а вот посмотрите, вот этот клуб тупой, этот клуб умный. Мне кажется, тут все одинаково экспериментировали. Ну и, конечно, там гипотезы, которые они выстраивали, были разными по качеству, и у Баварии явно это не сработало. Но все-таки надо понимать неопределенность, с которой абсолютно все клубы подходили с любыми стратегиями к этому сезону. Поэтому я бы тут скорее это фиксировал как факт, как какую-то данность, с которой и тому, и другому тренеру приходилось бороться. Но у Тухеря, мне кажется, это получилось еще хуже, чем до этого получалось у Нагильсмана. Вот я бы так сформулировал кризис Баварии. Я думаю, доберемся еще до Дортмунда. Но все-таки я бы тоже подчеркивал, при всем уважении к Дортмунду, что первично в том, что мы сейчас наблюдаем, слабость Баварии, недостатки Баварии, которые тренились.